А что это было? Братан, это биткоин полетел. А, ну ладно тогда. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. На пике биткоин достигал почти 5400 долларов за монету. Однако, уже 3 апреля рынок покраснел. Многие альткоины упали более чем на 10%. Но это вполне себе здоровое явление после такого бурного роста. Да и вообще на CoinMarketCap все выглядело куда хуже, чем было на самом деле. Хотел вам показать, да только за 3 апреля на CoinMarket пока еще нет исторических данных. Надеюсь, вы сами это все видели и помните. Если же посмотреть на 4-часовой таймфрейм, все выглядит очень даже уверенно и чем-то напоминает коридор для скальпинга. Если нас и ждет еще одна коррекция на краткосрочной перспективе, то первый уровень поддержки будет находиться на уровне в 4800 долларов за монету. Если же коррекция будет еще глубже, то этот уровень опустится до 4200. Давайте вернемся на дневной графике, добавим индикатор RSI. Он еще известен как индикатор относительной силы. Этот технический инструмент рисует не очень красивую картинку, показывая слишком перекупленные условия для биткоина на данный момент. Биткоин может находиться на грани отката, так как RSI показывает самые перекупленные условия за последние 16 месяцев. Сейчас индикатор находится на наивысшем уровне с декабря 2017, когда биткоин взорвался и показывал бешеный параболический рост. Технические индикаторы сейчас показывают еще большие результаты, чем тогда. И это какое-то безумие. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Хотя в некоторой степени это даже разочаровывает, ведь сейчас, даже после пампа, такого взрыва не было. Но на самом деле еще более забавным фактом является то, что различные технические инструменты показывают совершенно разные, противоположные результаты. Пока RSI говорит, что это конец, 200-дневная скользящая возражает, что это только начало. Как видите, не только трейдеры спорят, но даже индикаторы. Исторически биткоин был в бычьей фазе, если его курс находился выше средней линии скользящей за 200 дней. Как только курс упал ниже этой линии, наступил продолжительный медвежий рынок, который продолжался чуть ли не до 1 апреля этого года. Но, ребята, впервые с прошлого лета мы находимся выше этой линии. Основываясь на истории торгов биткоина, движение выше 200-дневной скользящей очень значимо статистически. Это очень сильный бычий технический индикатор, который исторически является сигналом о развороте рынка. Более того, пишет Аарен Хэнкин, известный криптоаналитик, Биткоин-холдеры, которые холдили биткоин, несмотря на весь ад, который творился вокруг, могут ожидать трехзначные цифры прибыли. Трехзначные цифры прибыли. Как же это хорошо звучит. Короче, ребята, изучив показатели таких индикаторов, что я могу сказать? Будьте готовы ко всему. Лично я, как обычно, разделил свои активы на рабочие и инвестиционные. Поэтому часть биткоина я зафиксировал, часть оставил и абсолютно доволен ситуацией. Что касается рынка альткоинов. Он немного успокоился на данный момент. Только XRP опоздал на эту вечеринку. Как же так, Рипл? Ну блин, я же тебя верил. Я думаю, что если ситуация останется прежней, для альткоинов это тоже будет очень хорошо. Потому что даже пару процентов доминирования биткоина, которыми главная криптовалюта может поделиться с рынком, могут оказать существенное влияние на рост альткоинов. Но есть одна вещь, которую я заметил. Доминирование биткоина не падало ниже 50% на протяжении очень длительного периода времени. Получается аж с августа 2018 года. Даже учитывая, что различные сайты отображали эту информацию по-разному, поддержка все равно остается на уровне 50%. Поэтому хочется сделать такой вывод, что если не будет притока новых денег, или если не сменится тренд, альткоины могут взять тайм-аут на какой-то период времени. Но даже если после этого всего снова случится боковое движение, я все равно буду счастлив. Март месяц подарил мне такой подарок, что я смирюсь даже со флетом. На этом у меня все, ребята. Возможно, вечером выйдет то самое видео, которое я пытаюсь сделать уже неделю, но никак не получится. В общем, я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин